Всем привет, с вами Элизабет Букс. Мне кажется, я сто лет не снимала вот в этой вот локации. Уже я так припеклась и полюбилась своему книжному шкафу, но, к сожалению, я начала замечать по последнему моему видео, я надеюсь, что и вы тоже заметили, что освещение стало ну совсем никакое. В какие-то дни оно довольно хорошее и приемлемое, а в какие-то просто невозможно снимать. И вот я решила решить такую проблему подобным образом. Какие-то видео у меня будут около книжного шкафа, а какие-то вот в этой локации, преимущественно в очень пасмурные дни. На самом деле это немного обидно, потому что я очень люблю снимать у книжного шкафа, я там чувствую себя как рыба в воде. В этой локации мне тоже, конечно, комфортно, но все-таки хотелось, чтобы за спиной у тебя стоял книжный шкаф. Я надеюсь, что я очень скоро придумаю какое-то новое решение данной проблемы и буду снова воссоединена со своим книжным шкафом. Как вы поняли уже по названию этого видео, сегодня я хочу поговорить о своем прочитанном за сентябрь. Я его довольно-таки на долгий срок задолжала, потому что у меня не было никак возможности сесть и спокойно рассказать о книгах, которые я прочитала, но наконец-то я собралась с духом, и сегодня вы все узнаете. В прочитанном у меня только две книги в бумажном варианте, я их потом вам покажу, вы, наверное, уже догадываетесь, что это за книги. Все остальное я читала либо в электронке, либо брала из библиотеки и уже вернула, потому что это была преимущественно классика, русская классика, небольшие рассказы и повести. Давайте я расскажу, что же я такого интересного для себя прочитала. В самом начале месяца я наконец-то дочитала «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Эта книга нелегко мне давалась, признаюсь. Я читала ее, буквально пробираясь через острые-острые кусты с шипами, и это было нелегкое чтение, нелегкое восприятие, потому что то, о чем пишет Борис Пастернак, очень трудно понять. Эта книга насыщена какими-то революционными историческими моментами, и это для меня было на самом деле очень большим плюсом, потому что я люблю историю, люблю слушать рассказы о том, как жили люди в то время, и конкретно эта история рассказывается с позиции интеллигенции, которая пострадала во времена революции, и доктор Живаго, Юрий Живаго, как раз и является представителем этой интеллигенции. Больше всего в книге мне понравилось описание природы, которое тут действительно потрясающее. Ты наслаждаешься картинами русской жизни, русской природы, и тебе это нравится. В сюжете я не скажу, что было что-то такое необычное, даже история о любви мне показалась слегка незавершенной, мне хотелось узнать больше про персонажей, о том, как они жили дальше, особенно про первую семью доктора Живаго, но, к сожалению, нам об этом больше не рассказывается, что довольно-таки печально. С одной стороны, мне очень понравилась концовка, потому что она сильна, она заслуживает внимания, она даёт правильные мысли и дальнейшее развитие для людей, даёт правильные выводы, но последний эпизод, если кто знает, вы понимаете, о чём я говорю, он мне не совсем понравился, и мне казалось, что концовка слегка слита. Но мне понравилось, что в конце представлены стихи Юрия Живаго, самого Бориса Пастернака, и в этих стихах заслужен большой смысл. Я узнала с удовольствием какие-то эпизоды, скрытые в этих стихах. Это действительно поэзия, которую приятно читать, она приятна на слух, и хоть я не люблю стихи, но вот стихи Юрия Живаго прочитала с большим удовольствием. Скорее всего, вы уже видели у меня в Инстаграме, в книжном Инстаграме, пост о втором томике Страны Сказок, а если ещё не видели, то непременно подпишитесь, ссылочка будет в описании, потому что в Инстаграме я часто выкладываю что-то интересное, и, скорее всего, раньше делаю это, чем в видео на канале. Страна Сказок. Возвращение колдунги. Это второй томик из серии, автор Крис Колфер. Я продолжаю собирать эту серию и читать её. И вот второй томик мне понравился даже на ступеньку больше, чем первый, потому что тут много что раскрывается, что не было раскрыто в первой части. Тут уже посерьёзнее проблемы, серьёзные конфликты, об этом я говорила, также и в посте в Инстаграме. Что я бы ещё хотела отметить из минусов, потому что, как ни странно, но у этой книги они есть, несмотря на то, что книга мне понравилась просто на 99,9%. Мне показалось, что объёма этой книги не хватило, и хотя она считается самой толстой в серии, мне кажется, вот ещё бы страниц 200, и это было точно попадание в яблочко, всё бы успело раскрыться, многие бы приключения показали немного с другой стороны, и персонажей показали бы с других сторон, но в целом я очень довольна финалом этой книги, который меня удивил и шокировал. Буду с нетерпением дальше собирать эту серию. Кто ещё не читал, присмотритесь, это действительно стоящие книги. И мы переходим к электронным книгам. Я хочу вам рассказать о рассказе «Чистый понедельник» и «Господин из Сан-Франциско» Бунина. Я сдаю литературу. И вот эти рассказы, они не занимают у вас много времени, там даже, по-моему, нет 10 страниц, их можно очень быстро прочитать, но они имеют очень хороший подтекст и мораль. Если на чистоту, ничьи рассказы, кроме Чехова из русской классики, не вызывают у меня такую бурю эмоций. Чехов один из моих самых любимых русских классиков. Его рассказы я готова читать часами, и мне будет по-прежнему интересно. Но Бунин тоже сумел меня удивить, потому что у него заложен большой духовный, именно духовный смысл в эти рассказы, и мне бы довольно понравился каждый из них. Не буду рассказывать, что там по сюжету, потому что каждому нужно прочитать самому. Рассказать что-то о сюжете, значит, рассказать большую половину истории. От Бунина переходим к Куприну, и я прочитала его повесть, наверное, самую известную. Это Олеся, подвестующая о прекрасной любви между молодым человеком из высшего общества и бедной, и девушкой, которую многие считают ведьмой. Главная героиня Олеся в этой повести просто нечто. Она такая чистая, она такая, как бы так сказать, она необычная, у неё необычный склад омышления, необычное восприятие мира, и она вот стала для меня открытием в героинях русской классики, потому что такой героини я ещё не встречала. У неё действительно можно чему-то поучиться, чему-то предостеречься. Эта повесть с очень грустным, предупреждаю вам, финалом, потому что читать её непросто. И там Куприн закладывает много тем, на которых стоит обращать внимание, например, на темы о том, как люди не принимают в обществе то, что их пугает. Куприн закладывает очень много разных тем, важных для общества, вот в этой повести Олеся. Тут есть и тема непринятия людьми того, что их пугает, и тема любви, когда любовь, с одной стороны, ложная, а с другой, самое что ни на есть, истинная и настоящая, и тему колдовства, как бы это странно ни звучало, автор пытается объяснить вот в этот весь ведьминский процесс, объяснить то, как у них так получается, гадать или совершать другие непонятные простым людям фокусы. Всё это очень интересно. Опять же, повесть небольшая, и советую её каждому к прочтению. Тем более, если вы никогда не открываете школьную литературу, непременно возьмите, прочитайте Олесю, и вам точно это понравится прям на 100%. Успела я также прочитать кое-что из Янг Эдалда книгу Элис Каунди, обручённой. Эту книгу я читала в электронном формате, и она рассказывает об антиутопическом мире, в котором всё вроде бы идеально. Существует идеальная система подбора пар, благодаря которой может родиться здоровое потомство, благодаря которой партнёры будут понимать друг друга, вся эта схема работает безошибочно и никогда не ошибается. Но случается у нас неожиданное с главной героиней. Я, кстати, напрочь забыла её имя. Я действительно напрочь забыла, как её зовут. Что-то на Кэ... Кэлли или Кэрри? Нет, Кэрри это другое. Не суть, потому что вся книга идёт от первого лица, и там несколько раз буквально. Ксандра! Ксандра! Ксандра зовут девушку, наконец-то я вспомнила. Там почти... Нет, не зовут её Ксандра. Я загуглила всё это дело. Кассия зовут девушку, и мне не очень был понятен повод автора назвать всех своих героев на букву Кэ. То есть Кассия, есть ещё Кай, Ксандр это немного сбивает. Я поначалу не понимала, зачем это всё так сделано и устроено. Девушка Кассия едет на свой банкет обручения, на котором, собственно, она и должна узнать, что же станет её парой и дальнейшим её мужем и спутником по жизни. И этим спутником становится Ксандр, её лучший друг, с которым они вместе с самого детства. Она этому очень рада, но потом выясняется, что в её системе кое-что сбилось. И у неё есть другой сужины, который ей предначертан, так сказать, самой судьбой. Кассия начинает задумываться над всей этой системой, правильно ли она поступает, так ли должно на самом деле быть, и вообще разумно ли делать всё это именно под такую систему, загонять всех людей в рамки и не давать им права выбора. Книга хорошая, я читала много антиутопий, какие-то были похуже, какие-то были получше. Это довольно-таки средняя, с хорошей базой, с хорошим миром. Но, к сожалению, что-то не задело у меня в душе эта история. Мне понравился язык этой книги, мне очень понравился её язык, потому что всё, как я уже сказала, идёт от лица Кассии, и она выражается таким литературным, насыщенным языком. Так потрясающе она разговаривает, сразу видно, что она начитана, хотя они не умеют в этом мире писать именно на бумаге, но она очень много читала, она перечитала, по-моему, все стихотворения и все лирические произведения, которые были ей доступны, и это видно, потому что у неё в голове много интересных мыслей. Если вам интересна тематика антиутопий, тематика именно Young Adult антиутопий, то советую, конечно, прочитать это произведение, хотя бы ради интереса. Я чувствую, что должна быть к этой книге вторая часть, но я не знаю, буду ли читать вторую часть, потому что лично для меня всё закончилось, и это было именно так, как и должно быть по жанру антиутопии. Завершает мой рассказ о прочитанном, как бы это странно ни звучало, но фанфик. Необычный фанфик, фанфик фиг одной из самых известных писательниц Кассандры Клэр, и всем известно, что когда-то давно, когда Кассандра Клэр была ещё в наиболее юном возрасте, она писала фанфики по миру у Гарри Поттера. И вот как раз трилогия о Драко Малфоэ, которая идёт от лица самого Драка, самого нераскрытого персонажа из всей серии. Она и написала эту трилогию, и сделала это довольно неплохо. Кстати говоря, благодаря этой трилогии она и прославилась. Как я уже сказала, эта трилогия ведётся от лица Драка Малфоэ, и мы узнаём, каким мир представляется с его стороны. Конечно, эта трилогия очень переделана и отличается от основной серии, там очень много моментов изменено, но это мне не мешало. Мне наиболее всего понравился первый как раз том, потому что последующие мне казались немножечко притянутыми за уши, или это был такой перевод на русский, я не знаю, но всё-таки очарование всё само кроется в первом томе, где Драко Малфоэ изображают не таким, каким он нам представляется с экранов или с оригинальных книг. Хотя я всё же хочу познакомиться с более серьёзным творчеством Кассандры Клэр, хочу прочитать Орудие Смерти, хотя бы начать немножечко, чтобы знать, что это за автор, чтобы знать, как она себя проявляет уже в единичном творчестве. Обо всём я хочу этом узнать и поскорее, поскорее. Вот такое небольшое прочитанное у меня было за сентябрь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, какие из этих книг вы читали и какие вам понравились или, может быть, не понравились. С вами была Элизабет Букс. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok